Спасибо большое. Давайте проверим, насколько хорошо меня слышно. В чат не пишите, на огонечек нажмите, и тогда мы продолжим наш вебинар. Так, реакцию вижу, все хорошо, спасибо большое. Но тема нашего сегодняшнего вебинара – это создание условий для сенсорного развития дошкольников. Но это не значит, что данная информация будет важна и интересна только специалистам, которые работают с дошкольниками. Это и младшие школьники, и какие-то упражнения мы с вами можем применять и уже на школьниках более старшего возраста. То, что касаемо презентации, Татьяна Викторовна сказала, ее можно скачать. Также сегодня для слушателей небольшой бонус – это помимо презентации в этой же вкладочке «Файлы» есть вкладочка, называется там «Файл тоже сенсорное развитие». Это буклет для вас, для специалистов и для родителей, которые хотят немножко побольше знать о сенсорном развитии детей. В буклете представлена краткая информация о сенсорном развитии и игры. Вы можете его скачать, распечатать и использовать как раздаточный материал у себя. Буклет не подписан, поэтому использовать его может совершенно любой человек и любой специалист. Если говорить о сенсорном развитии, о сенсорном воспитании, то сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, и первой ступенью которого является чувственный опыт. Мы все с вами понимаем, что успешность умственного, физического, эстетического воспитания в очень большой степени зависит от того, насколько хорошо развит уровень сенсорного развития детей. То есть, насколько хорошо от того, как ребенок слышит, как ребенок видит, как ребенок осязает, как он воспринимает окружающую действительность. Мы все с вами понимаем, что если один из анализаторов, одна из систем восприятия нарушена, то, да, другая будет компенсировать это нарушение, но все равно ребенок в полной мере не получит информации за счет того, что у него есть определенное нарушение. Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. Мы все с вами знаем про наши сенситивные периоды, которые никто не отменял, которые идут с нами. И если упустить в определенное время развитие того или иного анализатора, той или иной сенсорной системы, то мы все с вами понимаем, что восстановить потом можно будет, но это требует времени. Если говорить о нашем дошкольном этапе, на этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль, это и есть наш тот основной сенситивный период. И именно в этом возрасте мы с вами должны делать большой уклон, большой упор именно на развитие наших сенсорных систем. Ну, немножечко пройдемся по тем вопросам, какие мы сегодня с вами рассмотрим. Вопросы нашего сегодняшнего вебинара. Первое – это значение сенсорного развития в дошкольном возрасте. Мы кратко с вами рассмотрим, почему необходимо развивать сенсорное восприятие детей дошкольного возраста. Следующий момент – это проблемы и нарушения сенсорного восприятия, и кратко их причины. После чего мы посмотрим основные виды деятельности по сенсорному развитию, куда мы с вами должны идти, куда мы должны с вами направляться. И следующий момент – это практический инструментарий, развивающий игры, знакомство с цветом и развитие тактильного восприятия. Также расскажу еще несколько игр, которые тоже можно будет использовать в свою копилку. Вот так было, в своей копилке, на своих занятиях. Какие же направления сенсорного развития у нас существуют? Ну, давайте перейдем сначала к тому, что же такое сенсорное развитие. Сенсорное развитие, мы все с вами понимаем, что это развитие восприятия и формирования представления о внешних свойствах в предметах, о форме, цвете, величине, положении в пространстве, также запахе, вкусе и так далее. Значение сенсорного развития в раннем дошкольном детстве, мы все с вами понимаем, что трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен к тому моменту, что мы с вами должны развить органы чувств и накопить представление об окружающем мире. Многие ученые, педагоги, психологи справедливо считают, что сенсорное восприятие, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является одной из сторон именно дошкольного воспитания. Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой степенью которой является чувственный опыт. Мы все с вами понимаем, что наши дошкольники, наше раннее детство, ребенок в этом возрасте воспринимает все через чувственный опыт. Успешность умственного, физического и эстетического воспитания, как я уже сказала, зависит от того, насколько совершенно ребенок слышит, насколько он совершенно видит, осязает окружающее. А ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям, наши, как я уже говорила, сенситивные периоды. В этой связи каждая возрастная ступень становится благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития. И из этих кусочков, из этих пазлов складывается наше общее развитие, наш чувственный опыт. В связи с этим, что ребенок начинает развиваться всесторонне, мы, как я уже говорила, должны развивать все направления нашего сенсорного воспитания, нашего сенсорного развития. А чем меньше ребенок, тем больше имеет значение его чувственный опыт. То есть чем младше у нас ребенок, чувственный опыт на него влияет намного больше. Это мы с вами тоже должны понимать. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определенную и ведущую роль. Профессор Шаламанов называл ранний возраст так называемой «золотой порой» сенсорного воспитания. С восприятия предметов, явлений окружающего мира начинается познание нашего мира и восприятие определенных образов. Все другие формы познания, это запоминание, мышление, воображение, они строятся именно на основе образа восприятия. То есть на том, как мы с вами воспринимаем наш мир. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. Результаты многих исследований показывают, что наиболее значительные возможности дети младшего дошкольного возраста обнаруживают в развитии восприятия и усвоении представлений внешних свойств предметов. Но полная реализация этих возможностей происходит только в условиях специально организованного сенсорного развития. То есть ребенок может познавать мир, ему это интересно, но если не будет специально организованной среды, ему будет сделать это намного сложнее, и он будет двигаться немножечко медленнее. Поэтому мы как педагоги, и не только педагоги, мы как родители, многие из нас должны вести ребенка именно направляя во все сферы сенсорного развития. А что же дает нам наше сенсорное развитие? Во-первых, это база для интеллектуального развития. Также сенсорное развитие помогает сгруппировать хаотичную информацию, полученную ребенком при взаимодействии с внешним миром. То есть он структурирует ту информацию, которую он получил, подготавливает и адаптирует к быту, обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, которые тоже немаловажны, помогает развивать наблюдательность, повышает уровень внимания, положительно воздействует на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и другой видов памяти. Мы все с вами понимаем, да, что память, она у нас накладывается на определенный прошлый опыт, если такой был. И наше сенсорное развитие дает возможность запомнить больше, если мы получили, опять же, больше. За счет этого наша память тоже развивается. А также наше сенсорное развитие развивает чувство эстетики, помогает развивать воображение, открывает перед ребенком неожиданные способы предметно-познавательной деятельности и улучшает качество усвоения навыков учебной деятельности. Вот это те все пункты, те моменты, почему нам с вами важно развивать сенсорику детей. Какие же направления мы с вами должны развивать? Существуют следующие виды сенсорных ощущений. Зрительные, да, зрительные, анонизализаторы у нас, глаз, глаз. И это зрительные. Следующий у нас вид, это слуховые. Наш слух осязательные, обонятельные и вкусовые. Вот эти пять направлений, не одно из них, а все пять, мы должны развивать у наших детей. Большое значение в сенсорном воспитании имеет формирование у детей представлений о сенсорных эталонах. Это общепринятые образцы свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов мы с вами можем видеть следующее. Цвета. Это выступают семь цветов, да, спектр и их оттенки, и по светлоте, и по насыщенности. В качестве эталонов формы. Это у нас наши геометрические фигуры, да. Недаром на раннем этапе мы все с вами понимаем, что восприятие формы, восприятие геометрических фигур тоже немаловажно. Следующее в качестве эталонов величины, это у нас метрическая система мер. В слуховом восприятии эталонами является звуковысотное отношение, фонема родного языка и музыкальные ноты. Во вкусовом восприятии выделяют четыре основные вкуса. Это соленый, сладкий, кислый и горький. И уже на этих четырех основных направлениях мы с вами описываем тот или иной вкус, который мы почувствовали. В обонятельном восприятии имеет место узкоспециальное деление запахов. Допустим, на сладкие, горькие, свежие, легкие, терпкие, тяжелые и так далее. И наши тактильные или осязательные ощущения, они у нас возникают посредством прикосновений, ощупывания различных по фактуре материалов, поверхности различных предметов, определения формы предмета на ощупь, температурные ощущения и баллические ощущения. Это у нас сенсорные эталоны, которые мы тоже с вами должны развивать. Почему же важно развивать наше сенсорное воспитание, значение сенсорного воспитания? Сенсорный чувственный опыт служит источником познания мира, как мы уже с вами выяснили. От того, как малыш слышит, видит, он воспринимает мир высязательным и обонятельным путем, во многом зависит его будущее нервно-психическое развитие. Как я уже говорила, что упущение формирования сенсорной сферы детей на ранних этапах, они компенсируются с трудом, а порой и не восполняются совсем. Если у ребенка на раннем этапе детства была сенсорная депривация, во-первых, это страдает наша эмоциональная сфера в первую очередь. И также за счет этого накладывается и страдает наше нервно-психическое развитие. Какие же признаки у нас, признаки нарушения сенсорной интеграции у нас существуют? Это нарушение обработки слуховой информации. Если у нас страдает наш слух, если у нас страдает наше звуковое восприятие, Допустим, даже если ребенок не полностью глухой, оглохший или врожденное, это нарушение тоже так же может быть. Даже если ребенок потерял слух или он у него снизился, в раннем детстве это тоже будет являться нарушением обработки слуховой информации. Но и есть еще такие нарушения, которые связаны с другими заболеваниями. Сейчас, к сожалению, их тоже очень большое количество. Если говорить о нарушениях обработки слуховой информации, то дети боятся громких звуков, не переносят некоторых видов музыки. Или не переносят музыку вообще, они начинают ее слышать, это может повернуть их в шок, в истерику и так далее. Эти дети не переносят мамино пение, тембры голоса. Они очень часто могут закрывать уши руками, либо какими-то предметами, кладут очень часто голову под подушку. Или же бывает такой момент, что дети напротив, такая противоположность, они не слышат, когда к ним обращаются. Они не любят шумного окружения. На улице они выглядят рассеянными, они выглядят испуганными. Если этот ребенок пошел в школу, он остается на перемене в классе, никуда не выходит. Также дети, если это с садовского возраста, они остаются в группе, стараются уединиться и стараются отойти от своих сверстников. Это то, что касаемо нарушения обработки слуховой информации. Если у нас с вами страдает наша зрительная система, если у нас страдает наш анализатор глаз, происходит следующее. Ребенок не любит ходить по ступенькам, перешагивать препятствия, то есть он не может определить расстояние, он не может определить движение ноги, и для него это сложно. За счет этого происходит такой негатив по отношению к хождению. А также ребенок не любит смотреть в глаза, предпочитает полумрак или темноту. Если наш свет яркий, он начинает капризничать, он начинает плакать. Если это маленький ребенок, и он пока не может объяснить, что ему мешает, это тоже может ввести его в истерику. И у него напрягается слишком зрительный анализатор, когда он рассматривает окружающих, когда он рассматривает окружающие предметы. Это то, что касается наших зрительных анализаторов. Следующее – это нарушение тактильного восприятия. Дети не любят играть с, допустим, пластилином, песком, красками, боятся испачкаться клеем или грязью. У них, когда они испачкались, они не могут терпеть, они не могут ждать. Им тут же нужно снять этот пластилин, убрать песок от себя, вымыть руки от красок. Они не дожидаются даже какой-то момента, чтобы сделать это. Им нужно сделать это немедленно. А также дети избегают прискосновений к себе. При этом, это дети далеко не кинестетики, которым нужно все потрогать. Они сами не любят прикасаться к каким-то предметам. Остро реагируют на некоторые ткани, одежды, на постельное белье, на определенную конструкцию из одежды. Допустим, если это свитер, если это водолазка с горлом, им это может не нравиться. Они могут оттягивать прям таким образом горло, чтобы им было свободней. Очень часто жалуются на ярлычки, что они им мешают, которые торчат там внутри футболок, водолазок и так далее. Если есть какая-то вышивка, они тоже могут говорить о том, что им это мешает. И просят очень часто убрать. Также эти дети не любят ходить босиком. Они предпочитают либо носки, либо даже тапочки какие-то закрытые. И также отмечается снижение болевой и температурной чувствительности. Это тоже имеет место быть. Допустим, ребенку без нарушения тактильного восприятия это будет уже больно, ему будет там уже горячо. А дети с нарушением тактильного восприятия, они могут не обращать внимания на какие-то такие моменты. Это то, что касается нарушений тактильного нашего восприятия. А также могут нарушаться моторные и вестибулярные системы. Если говорить моторные и вестибулярные дисфункции, краем глаза сейчас вижу вопрос. Людмила, я сейчас отступлюсь, а давайте таким образом мы в следующие наши вопросики будем отсылать в папочку «Вопросы». Сейчас я постараюсь ответить на вопрос Людмилы, а следующие вопросы я отвечу уже в конце нашего вебинара, чтобы не отступать от темы. Может ребенок быть кинестетиком, но при этом имеет нарушение с тактильным восприятием? Да, может быть, единственный момент, что ему будут неприятны, ну не все, допустим, не все поверхности, а какие-то поверхности ему будет неприятно, к ним он не будет прикасаться, ему будет неприятно. Следующий момент, давайте с вами перейдем к моторным и вестибулярным дисфункциям. При таких типах нарушений ребенок может отличаться неуклюжестью, это у нас неловкость движений. Эти дети избегают спортивных площадок, горок, детских площадок. Они не любят игры с мечом, не осваивают катание на велосипеде, не лазают по турникам, по перекладинам, плохо прыгают, опасно рискуют и не рассчитывают возможности своего тела во время подвижных игр. Они пробуют разные типы движений, пытаются держаться, хвататься за все, но это происходит все неуклюже, это происходит все неустойчиво. И основное отличие детей с подобными нарушениями, это сложность концентрации внимания, то есть внимание у них нарушено, особенно если окружающая среда насыщена теми раздражителями, которые они особенно чувствительны. Дети склонны сменять игры, сменять интересы, вид активности и очень-очень быстро, а эти дети очень тревожны. Присутствуют аффекты, это могут быть избыточные эмоциональные реакции, какие-то капризы, истерики, плач, частый смех, определенное агрессивное поведение. Опять же, стоит сказать, что не только дети с моторными и вестибулярными дефункциями могут уходить в эмоциональные реакции, могут уходить в аффекты. Дети с любым нарушением, не только вестибулярные эмоциональные, и созрительным, и слуховым, и стактильным, могут реагировать на раздражители, которые им мешают именно капризами, истериками, плачами, частым смехом, непонятным для нас, и агрессивным поведением. Если переходить непосредственно уже к организации пространства и к тому, что же мы с вами можем сделать, как мы можем помочь детям организовать и создать среду, которая будет развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста все виды восприятия, обогащать их чувственный опыт, развивать осязательное восприятие, а именно тактильное и кинестетическое ощущение, развивать моторику воспитанников. Мы все с вами понимаем, что крупная моторика немаловажна при движении, а мелкая моторика очень важна, и ее развитие именно в дошкольном возрасте, так как основа, ну, мелкая моторика завязана у нас с нашей речью, и все мы с вами понимаем, что то же самое письмо, которое немаловажно при школьном обучении, оно тоже у нас очень сильно опирается на развитие мелкой моторики. Также среда для развития сенсорных эталонов, сенсорного восприятия будет у нас повышать уровень знаний у родителей по сенсорному развитию и воспитанию дошкольников, и повышать уровень компетентности по сенсорному развитию и воспитанию у педагогов. То есть, когда мы говорим о сенсорном развитии, этим у нас должен заниматься не только, допустим, педагог, а этим у нас должны заниматься все специалисты, которые работают с ребенком, и подключать сюда родителей, потому что родители являются, так сказать, авторитетом, и родители – это та категория, которая непосредственно должна в первую очередь делать уклон на сенсорное развитие ребенка, когда он находится с ним. Для непрерывного сенсорного развития педагогам и воспитателям необходимо задействовать все центры активности детей, и работа по сенсорному развитию должна осуществляться воспитателям во всех видах организационной и самостоятельной детской деятельности. То есть, в основательной, речевой, двигательной, игровой, а также и в режимных моментах. Везде мы с вами должны развивать наше сенсорное восприятие, заниматься сенсорным воспитанием. Не так, что у нас, допустим, отведен час на определенное занятие, и мы только там занимаемся сенсорным развитием. Нет, сенсорное развитие, оно должно проходить во всех моментах, во всей деятельности ребенка, когда он находится в образовательной организации. Что же мы с вами можем применить и как мы с вами можем это делать? Один из вариантов, вот вы видите на экране, это создание так называемого познавательно-исследовательского центра. Мы с вами, здесь идет у нас восприятие цвета, да, слева вы видите так называемые корзинки и яблочки, да, немножечко посередине это наши стиральные машины, и справа мы с вами видим ежиков с прищепками. Касаемо наших корзин и яблок и стиральных машин, здесь у нас идет восприятие цвета. Ребенку мы предлагаем разложить либо в корзинке, либо в стиральные машины соответствующие цвета, допустим, одежда или яблок, в соответствующую корзинку или стиральную машину. И ежики, их очень любят дети, исходя из собственного опыта, могу сказать. А здесь у нас представляется цвет ежика и прищепка. Здесь не только восприятие нашего сенсорного зрительного эталона, да, но и здесь у нас развитие мелкой моторики, потому что мы ребенку предлагаем прищепку в качестве колючки надеть на ежика. А сделать данное пособие, естественно, вы можете самостоятельно. Здесь мы берем картинку ежика, распечатываем ее, и можно даже на нецветном бритере, после чего мы ее расспрашиваем. Если заламинируете, будет совершенно прекрасное пособие, оно долго вам прослужит. Также можно подклеить картон и потом этим пользоваться и на долгое время. Следующий момент. Здесь у нас использование крупы и не только на зрительное восприятие, но можно предлагать ребенку и на тактильное восприятие тоже наше занятие. Здесь мы с вами предлагаем, допустим, гречка, макароны, ракушки, фасоль, рис, горох и так далее. Мы делаем такие квадратики. Это могут быть не квадратики, а любую другую форму. Квадратики удобнее чем? Их удобнее расположить на плоскости. И также берем крышки от обычных пластиковых бутылок, вклеиваем с таким же материалом туда вовнутрь, то есть нашу фасоль, нашу гречку, горох и так далее. Сначала мы ребенку предлагаем зрительно это разложить, наши крышки разложить в наши дырочки. Когда ребенок уже хорошо справляется к тому, что он раскладывает это быстро, тогда можно предложить более усложненный вариант, то есть наше тактильное восприятие. Мы ребенку, допустим, завязываем глаза и предлагаем уже на ощупь определить, какой фактуры у нас наш квадратик и найти такую же фактуру в нашей крышке. Или наоборот. Мы даем ребенку крышку, он трогает, и после чего он определяет, в каком квадратике должна лежать наша крышка. Вот такое пособие вы тоже можете сделать самостоятельно. Следующее тоже можно использовать и для маленьких детей, только смотрите, чтобы наполнитель не разорвал наш шарик, чтобы он его не испортил. И если это маленькие дети, чтобы они не съели содержимое шарика. Здесь у нас предлагается различные материалы засыпать в шарик. И тоже здесь у нас ребенок должен определить на ощупь, какой из материалов лежит в нашем шарике. Также у нас развитие слухового восприятия. Мы используем барабаны, ксилофоны, различные кастаньеты, колокольчики и так далее. Это можно использовать просто как музыкальное занятие, а можно использовать вот в правом нижнем углу, мы с вами видим картинку, да, и такой же музыкальный инструмент, который изображен на картинке, но уже в его натуральную величину. А здесь мы ребенку сначала показываем картинку, потом показывает, как звучит тот или иной музыкальный инструмент, и после чего мы просим ребенка, допустим, бьем в наш бубен, да, и предлагаем ребенку определить, какой из музыкальных инструментов на картинке только что прозвучал. Или же мы показываем ребенку картинку и говорим, что ты должен определить, допустим, из трех звуков, как звучит этот инструмент на нашей картинке. Как же играть? Все зависит, как мы должны играть с детьми и на какие моменты мы с вами должны обратить внимание. Все зависит от возможности ребенка. Мы начинаем со знакомства с крупой, да, и показываем, что крупа разная, она пересыпается с разным звуком. Мы просим ребенка спрятать ручки, да, сформировать горку, разровнять, дополнить руками. Это то, как мы играем с сенсорными коробками. Сейчас я вам покажу несколько вариантов сенсорных коробок. Сделать их тоже можно самостоятельно, сделать их из подручных, так сказать, материалов. Слева вы видите, это сенсорная коробка, да, можно также сделать правила дорожного движения при помощи сенсорной коробки, использовать там мелкие машинки, использовать какие-то элементы. Здесь тоже идет знакомство. Также можно правила безопасного движения, да, изучать при помощи такой сенсорной коробки. По середине вы видите, да, здесь у нас птички. Мы можем подключить тему окружающего мира. Это вот птички, и в правом верхнем углу это наши морские жители. Мы можем включать эту тему и не только изучать окружающий мир, но при этом развивать наше зрительное тактильное восприятие, да, при помощи так называемых сенсорных коробок. Если говорить о том, как делать сенсорные коробки, это чаще всего ящик формата 40 на 30, да, это наших 2 листа А4 такого приблизительного формата, чтобы ребенку было удобно работать в этой сенсорной коробке, и она была не настолько большой. Для него он мог охватить все ее элементы. Ну вот тоже так же для ознакомления есть фотографии. Первая – это зоопарк, да, здесь тоже можно сделать элементы зоопарка. Также ребенок может познакомиться с животными, которые проживают в зоопарке. Точно так же вы можете сделать и коробку с насекомыми. Допустим, положить туда определенных насекомых и точно так же знакомить с окружающим миром. Ну и пруд с лягушками. Здесь у нас вода. Вода, могу сказать честно, по личному опыту, очень сильно привлекает детей, и поэтому из всех сенсорных коробок, наверное, пруд с лягушками будет одним из самых любимых у ваших воспитанников. Следующий момент – это тематические игры в сенсорной коробке. Как я уже сказала, да, первое – это у нас стройка. Что же нам необходимо? Какие материалы? Это песок и машины. Это минимум у нас. Детям предлагается перекапывать, возить все это и так далее. Можно добавить фигурки рабочих, совок, грабли и так далее. Следующий, второй – это была у нас лесная полянка. Здесь мы засыпаем рис, лучше для тактильного восприятия, зеленого или коричневого цвета. И природные материалы. Также мы с вами можем добавить туда фигурки животных. Следующий – это вот справа вверху было – наши морские жители или же море. Здесь у нас рис голубого цвета, морские обитатели, какие-то ведерки, совочки, сачки и так далее. Также можно сделать, это я вам поговорила, по сенсорным коробкам. Также можно сделать еще несколько пособий. И потом еще расскажу немножечко об играх, в которые мы с вами можем играть с нашими воспитанниками. Следующее – это дидактические пособия для формирования представлений о запахе и текстуре. Сначала мы с вами поговорим о текстуре. Что внутри? Так называемая игра. Здесь может быть сенсорная коробка или сенсорный мешочек. Сенсорная коробка может быть такого формата, не как сенсорная коробка, которую вы с вами рассмотрели, где все видно. А сенсорная коробка может быть коробка, к которой присоединен рукав, куда ребенок опускает руку и уже определяет, что у нас внутри нашей коробки. Это могут быть различные по текстуре предметы, это могут быть различные и по форме, по фигуре предметы. Ребенок точно так же определяет наши предметы. Или же сенсорная перчатка. Когда у нас на перчатке тоже есть различные фактуры, ребенок должен определить ту или иную фактуру. Очень интересна и очень привлекательна игра так называемой баночки с запахом. Можно взять баночки, допустим, из-под детского питания, и главное, чтобы эти баночки плотно закрывались. Они могут и не закрываться, но тогда это будет одноразовый материал, что не очень интересно для нас, как для педагогов. Мы все с вами любим использовать тот или иной материал несколько раз. А что касаемо баночек с запахом? Мы с вами берем, допустим, баночки от того же самого детского питания, кладем какой-то элемент с запахом. Это могут быть различные приправы, это могут быть различные кусочки каких-то фруктов, каких-то ягод, но необходимо помнить, опять же, о технике безопасности, когда ребенок нюхает, он не должен ни в коем случае вдохнуть, если это какой-то порошок или еще что-то. И мы помним о том, что сейчас, к сожалению, у нас каждым годом все больше и больше детей аллергиков. Мы с вами должны точно знать, что у ребенка нет аллергии на тот или иной запах, чтобы нам потом не отвечать за наше занятие в этом формате. Мы предлагаем ребенку с закрытыми глазами определить на запах, что же лежит у нас в нашей баночке или какой запах у нас лежит в нашей баночке. Это может быть опять же шпурка от апельсина или это же может быть допустим, салфетка, пропитанная ванильной эссенцией. Также необходимо проводить работу по развитию навыков игры и конструирования. Это никто не отменял. Мы все с вами понимаем, что конструирование очень важно и для дальнейшего обучения. В игровой форме у детей формируется умение подбирать цвета по принципу такой или не такой, находить предмет определенного цвета по образцу, ознакомиться с названиями цветов, что тоже немаловажно. И на все на это мы с вами должны обращать наше внимание. Также есть, мы сейчас по ним пройдемся именно конкретно сенсорно-двигательные игры, примерный перечень игр и игровых упражнений. Мы с вами можем заниматься в сухом бассейне, но, к сожалению, сейчас финансирование оставляет желать лучшего и не во всех образовательных учреждениях есть такая возможность. Но мы с вами можем предложить сделать коврики со следочками, то есть с различной фактурой, с различным материалом, а также различные сенсорные дорожки, по которым детки у нас будут ходить босиком. Или же набивные игрушки, опять же, с различным наполнителем. Даже можно предлагать детям эти набивные игрушки и отгадать, какой наполнитель у нас в той или иной игрушке есть. Музыкально-художественная деятельность это игры, звуковые коробки, где у нас тоже может лежать различный материал, и мы можем предлагать детям определить, что же за материал лежит в той или иной коробке. Или же игры с фонотекой, подбор определенных фонотек. Во время режимных моментов, на что же мы с вами должны обращать внимание. Мы в утреннюю разминку, во время кормления, во время прогулки тоже должны с вами развивать наши сенсорные эталоны, наше сенсорное восприятие. И давайте рассмотрим сейчас буквально несколько упражнений практических это развитие сенсорики у детей дошкольников. Мы все с вами понимаем, что в этот период игровые манипуляции сменяются познавательной деятельностью. Ребенок пытается разобраться из каких частей состоит предмет. Очень часто дети у нас сломают подаренные ему игрушки. Это не потому, что у нас такой плохой ребенок и ему хочется сломать эту игрушку. Нет, он пытается разобраться из каких частей состоит предмет, из чего он состоит, каково его назначение и так далее. Насколько подвижны те или иные элементы нашей игрушки. В этот период основным становится зрительное восприятие. А что же мы с вами можем предложить? Большая часть игр зрительное восприятие есть у вас в буклете. Поэтому я их повторять не буду, их просто перечислю. Но допустим игра буса из соленого теста ее нет в буклете. А что же мы предлагаем детям? Детям предлагается создать бусы в подарок маме из разноцветных колечек. Педагог заранее лепит колечки из соленого теста, подсушивает их. Можно в духовке, можно где-то просто открытой поверхности, просто в духовке они будут сохнуть быстрее. И на занятии дети уже нанизывают бусинки на шнурок и формируют украшения. Экономно, не затратно, но очень интересно и полезно. И сейчас перечислю я эти игры, но что именно в них включено, вы можете почитать в буклете. Это разложи яички в своей домике, тактильная коробка, и следующее у нас сейчас минутку потерялась, тактильная коробка, а эти у нас элементы есть в буклете, поэтому сами игры зачитывать не буду. А следующее это у нас идет вкусовое восприятие, какие же игры мы с вами можем предложить нашим детям на вкусовое восприятие. Первая игра это живая вода, необходимо взять допустим 8 посудин либо это опять же наши баночки с подетского питания, либо одноразовые стаканчики, в каждые две емкости налить воду с добавлением допустим яблочного сока, с добавлением сахара, соли или водного сока. И ребенку нужно сделать погладку с каждой емкостью и определить две емкости с одинаковым содержанием. То есть у нас ребенок угадывает какая жидкость налита в двух одинаковых емкостях. Следующая игра это фрукт, ягода или овощ. Мы режем кубиками овощи и фрукты. Каждый кубик и ягоду пристыкаем зубочисткой, раскладываем это все на подносе. И ребенок с завязанными глазами берет по кусочку, нюхает и съедает. По запаху он должен определить фрукт или овощ, а по вкусу сказать, что он съел. Здесь игра тренирует вкус и обоняние. Но опять же необходимо помнить к тому, необходимо помнить тот момент, что очень много детей сейчас у нас с аллергией, поэтому аллергенные продукты мы ни в коем случае не подключаем в эту игру. мы видим с вами, что игры эти простые, эффект не будет себя заставлять ждать. Это будет очень интересно для детей. Следующее направление это наше вестибулярное движение. Детям необходимо двигаться. Для некоторых малышей движение это страшно, а некоторые просто не могут остановиться. Сейчас очень большое количество детей очень активных. Мы обращаем внимание на тот момент, что устанавливаем если у ребенка нарушения связанные с вестибулярным аппаратом или какие-то проблемы. Вестибулярные движения они могут взбодрить малыша или наоборот успокоить. В любом случае такая стимуляция необходима и должна быть частью терапии. Даже если у ребенка нет определенных нарушений, то все равно вестибулярные движения мы с вами развиваем. Что же мы можем предложить детям? Батуты, какие-то траплины, качели, раскачивающиеся игрушки наши вот эти качалки они тоже очень хорошо формируют вестибулярный аппарат. Самокаты, скейты, ролики, шведская стенка, большие наши мечи. Все это должно быть в группе, а если это есть дома, то это совершенно прекрасно. Следующий момент очень тоже сейчас развивается это направление, это направление ароматерапии. Ароматерапия это прекрасный способ для занятия с детьми, которые не чувствуют некоторые запахи или наоборот к ним чувствительны. И взрослому, и малышу доставляет удовольствие многие ароматические масла, свечи, диффузоры и так далее. Мы можем помочь своему ребенку научиться терпеть какие-то запахи, использовать запахи для расслабления, успокоения и так далее. Также ароматерапия это отличное средство стимуляции и зависит во многом от того, какой запах вы выберете. Допустим, корица может взбодрить ребенка, лаванда расслабить. И такой небольшой совет, что если ребенок чувствительный запах и предложить ему носить с собой запах, который ему приятен и нюхать, когда ему трудно терпеть те или иные запахи. Но опять же обращаем внимание на то, что очень большое количество детей сейчас с аллергией. Также необходимо использовать и большим плюсом будет, если вы будете использовать различные массажеры, вибрирующие игрушки, вибрации это основной прием занятий для сенсорной интеграции. Вы редко встретите игрушки, которые не используют именно как массажер без вибрации. Они используются как для стимуляции, так и для успокоения. Это могут быть ручные массажеры, массажные маты, какие-то вибрирующие стульчики, зубные щетки и так далее. Это тоже очень интересно и полезно. Это такая часть того, что мы с вами можем использовать с детьми дошкольного возраста. Также мы говорим родителям о том, что они тоже могут помогать ребенку в сенсорном развитии. И мы предлагаем родителям развивать это, даже, допустим, когда они идут с детьми в сад. Это тоже большой плюс. Мы обсуждаем те иные моменты, допустим, цвета, восприятие формы, цвета. Это не обязательно так, что мы посадили ребенка на занятия и никуда мы не двигаемся дальше. Нет, это все может происходить и в обычных, как я уже сказала, бытовых моментах. Ну, по общей информации, которую я хотела дать, я вам рассказала. Давайте перейдем буквально несколько минуточек к вопросам. Так, Нина спрашивает, по аромотерапии должны быть индивидуальные занятия? Нет, не обязательно. Смотрите, это может быть группа, но опять же, группа не садовская, 30 детей, потому что их удержать будет очень сложно. Это могут быть подгруппы, не обязательно индивидуальные. Вы можете отделять детей и делать мини-группы. Так, давайте перейдем во вкладочку вопросы. Смотрите, так, опять же, вопрос. Давайте снизу начнем. От Нины, извините, отчества не видно. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно соединять центральное развитие и музыкотерапию. Знаете, чем раньше, тем лучше. А даже если ребенок на ранних этапах это не воспринимает, он будет это уже закрепляться на ранних этапах. Чем раньше, тем лучше мы используем это все. Следующий вопрос. вопрос. Какой краской можно покрасить рис, чтобы руки не пачкались у детей? Знаете, я использую пищевую краску, но она все равно пачкает руки. Здесь, наверное, не смогу я вам ответить. Мы просто потом идем, моем руки и это не составляет труда. Просто нужно объяснить детям, что это все отмывается и вот таким образом мы красим просто обычной пищевой краской. Здесь краем глаза, сейчас если найду, еще видела один вопрос о ПМПК. Вот Елена. При нарушении сенсорного развития с ребенком должны работать все специалисты детского сада. Значит, необходимо направить ребенка на комиссию ПМПК. Смотрите, какая ситуация. Здесь я говорю о том, что не только при нарушении вообще сенсорного развития должны развивать все специалисты детского сада. Смотрите, если у нас ребенок идет, допустим, на занятие с логопедом, если берет его логопед, то, естественно, он не забывает нас про сенсорное развитие. Если у нас берет на занятие психолог, то, естественно, он у нас развивает наше сенсорное развитие. Здесь все специалисты и воспитатели, и педагоги, И музыкальные руководители должны у нас развивать сенсорное развитие. Не обязательно это у нас дети, которые прошли ПМПК. Даже у ребенка с нормативным развитием мы развиваем наше сенсорное восприятие. Ну, насколько я вижу, наверное, вопросов пока больше не будет. Если остались какие-то вопросы, вы можете мне написать сейчас на слайде. Вы видите мою электронную почту. Ответить могу не сразу, но постараюсь всегда отвечать в ближайшие 2-3 дня. Если вдруг не ответила, пожалуйста, и вам действительно важен этот вопрос, тогда продублируйте его, пожалуйста, и тогда я обязательно на него отвечу. Надеюсь, моя сегодняшняя информация была вам интересна и полезна. Как скачать материалы вам Татьяна Викторовна написала. Там есть, повторюсь, буклет, который можете также использовать. И презентация. Ну, на сегодня у меня все. Надеюсь, информация была полезной и интересной. Всего доброго. До свидания.